Привет, друзья, на связи снова канал «Знамя же выехали» без температуры, и это прекрасно. Сразу отвечаю на вопросы с личики в инсте и в телеге, вот чего этот канал «Знамя же выехали» в одни года вся страна скормит, обсуждает, рефлексирует по дворским событиям прошлого года, ничего на эту тему не выдает, не говорит, хотя вроде как поводов поговорить хватает. Потому что первое, прямо сейчас не скажу ничего прям нового от себя, и слишком это чувствительная тема, чтобы я на ней спекулировал, хотя под сидеть один момент я все-таки хочу. Меня не очень устраивает официальная позиция, которую начали активно продвигать несколько недель до нового года и продолжают делать сейчас. Я ее очень грубо обобщу, вы мне это простите. Сначала появился такой человек, российский журналист-публицист Леонид Пималечин, который в посольстве Казахстана в Москве презентовал свою книгу о январских событиях, большая часть которой это все-таки компиляция того, что было официально озвучено и раньше, с авторскими рассуждениями, то ли со ссылкой на некий разговор с Пукаевым, то ли нет, но тем не менее. Это вроде как авторская интерпретация журналиста, но, как вы понимаете, просто так никаких субъективных интерпретаций в виде книги в посольстве Казахстана появиться не может. После официальный вектор как бы дублировался уже устами генерального прокурора Берри Косылова. Официальный вектор такой. Главой КМБ на тот момент Каримом Асимовым и некоторыми еще влиятельными силовиками год готовился в государственный переворот с целью смещения Коснежуар Тукаева с поста президента Казахстана. Заговорщики воспользовались мирным протестом, связанным, как вы помните, с резким повышением цен на газ, и затем уже с помощью многочисленных провокаторов мирные протестующие, в первую очередь в Алматы, были переориентированы и стали орудием в руках тех самых заговорщиков, которые пытались захватить административные здания и заставить Тукаева бежать и забрать власть себе. Тукаев проявил стойкость, план заговорщиков провалился, сейчас основные лица выявлены и арестованы, но других подробностей попытки государственного переворота нет, так как они засекречены пока в интересной государственной безопасности. Вот в этой версии чего не хватает и почему она меня не очень устраивает. Идет попытка полностью девальвировать протест как таковой. Хоть и говорится, что, мол, мотивы были мирными и естественными, именно дальше не представляются уже управляемой бездумной массой, которую одурили, а Тукаев и некоторые героические силовики, оставшиеся преданной Конституции стране, отразили угрозу. Ну, нет же, вот были политические лозунги, и шалкет звучало почти сразу, и на Западе, где мирный протест остался мирным. То есть усталость от правления одной семьи и усталость от политического режима в целом тоже ведь были триггером для людей, а это, по-моему, сейчас пытаются замылить. Еще один момент, даже если предположить, я вполне допускаю, что Масимов действительно в каком-то этапе подключился вот в реализацию этого плана по перевороту, то очень не хватает подробностей. Ну и да, Самат Абиш вот просто допрошен в качестве свидетеля. Племянник Назарбаева, второй человек по рангу на тот момент в спецслужбах, был не в курсе того, что творил его начальник. А если был в курсе, то почему никаких обвинений в его адрес не было? А если обвинений нет, то почему его тогда уволили? А Назарбаев, главный, его тоже совсем не при делах. Ну вот, короче, попытка как бы все повесить на одного Масимова, забыть официально лозунги о необходимости политических перемен и как бы вывести людей с фамилией Назарбаев или ближайших родственников из-под удара прямого, но вот они не позволяют слегка съесть то, что дают. Ну и еще раз, чего-то прям нового у меня на этом этапе пока нет. Из новостей, которые по значимости в эти дни, пусть на несколько ступеней, или там десятков ступеней ниже, это уход из Казахстана на Макдональдса. И нет, я не пытаюсь сам тоже перекрыть или замылить значимость Кантара чем-то другим. Нет, январские события нужно обсуждать, нужно требовать информацию, нужно требовать наказания для виновных. Все, что нам кажется важным, мы в эти дни у себя даем в телеге и в инсте. И на канале тоже я об этом буду еще говорить. И, кстати, да, важно, чтобы разговоры не заканчивались условно там 7 или 8 января, а продолжали за тех пор, пока не будут ответы на все вопросы, без всяких отсылок на информацию, представляющие интересы или угрозы национальной безопасности. Так вот, возвращаясь к Макдональдсу, эта тема, да, чуть-чуть легче для разбора. Здесь, наверное, нет грифа супер-пупер секретно, и есть квалифицированные люди, которые могут об этом говорить относительно свободно. Почему мне это тем интересно? Я не поклонник Мака и, по-моему, в казахстанском не ел ни разу, и тем не менее, приход в страну или уход из стороны такой компании – это по-настоящему важное знаковое событие. Об этом мы поговорили с Арсеном Исламовым, это директор департамента животноводства Томикен Агра. Человек очень давно занимается животноводством. Он точно может объяснить, вот правда ли, что с казахстанским мясом что-то не так. А как по-другому объяснить, что российскими поставщиками Мак мог работать, а с казахстанскими – нет. А точно ли арест Барамбаева тут ни при чем? Я и сам грешным делом, когда Мак приостанавливал только свою работу, такую версию озвучивал, мол, это такой шантаж, отпустите караться Витаевича, и мясо появится, и тысячи людей без работы не останутся. У нас с Арсеном вышел разговор на два с лишним часа, я его разобью на две части, просто вот начав с Макдональдса, мы ушли глубже в проблемы казахстанского животноводства. И с второй части вы узнаете, например, почему сегодня казахстанское мясо коровы не может по цене конкурировать с белорусским. И почему в России так бывает, вот знают о вспышках ящеры, например, раньше, чем это узнают в Казахстане. А вообще казахстанское мясо с базара, его кушать безопасно, вот что будет с ценами, тоже поговорили, но это еще раз будет во второй части, не знаю, завтра или через пару дней мы дадим, а сегодня в основном про Мак, но тоже не скучно, подписывайтесь, поехали. Спасибо большое, что согласились уделить нам немножко времени. Главный инфоповод, ну, во-первых, мы с вами должны были пообщаться еще осенью прошлого года, по моей вине. Разговор отложили, но появился инфоповод, который заставил нас вернуться к этому разговору, и это здорово, на самом деле. Здорово, что мы с вами общаемся. А инфоповод понятный, это знаковое, наверное, событие для Казахстана, уход с рынка компании Макдональдс. Но сначала хочу непрофильный вопрос задать, потому что это важно. Можно ли, в принципе, всю эту тему исследовать вне контекста, вне практического контекста? Вы понимаете, о чем идет речь, это арест операции дачи Барамбаева, который находится за решеткой. Есть вот слухи о том, что если бы он был на свободе, то ничего бы этого не было, и все было бы в порядке, нашли бы быстро других поставщиков, нероссийских. Все было бы нормально, как вы думаете? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно в первую очередь задать себе вопрос, а как вообще появился и почему появился Макдональдс в Казахстане? Факт в том, что Макдональдс в Российской Федерации работает, ну, практически, по-моему, с 90-х или с 91-го года. Вот я, будучи ребенком, на вот этой Пушкинской площади, там побывал. Конечно, шок, стресс, это невозможно, это свой мир, это что-то новое. Действительно, что-то, что меняло правила игры общепита, концептуально меняло правила игры общепита. А в Казахстане Макдональдс появляется, если я не ошибаюсь, в 2015-2016 году. Вот, и теперь вопрос, а почему он появился? Он появился в Казахстане только потому, что в Российской Федерации были отлажены производства, отлажены логистические маршруты, были отлажены подбор и обучение персонала, была отлажена работа с недвижимостью, управление этой недвижимостью. И только поэтому в Казахстане появился Макдональдс. То есть были ресурсы, которые Российская Федерация, у них появился запас по производству салата, по производству булочек, по производству тех же котлет, из-за которых, собственно говоря, все начало. И вот эти ресурсы, Казахстан сказал, то есть бизнес-сообщество, в данном случае конкретно в лице господина Боранбаева, оно приняло такое бизнес-решение, абсолютно бизнес-решение, почему бы не заняться этим. И в тот момент все как бы благоволило. Хотел бы отметить, что на месте Боранбаева мог быть любой другой бизнес-решение. То есть этот бизнес и никаких там вот входа, вход в Макдональдс, он не обеспечивался какой-то там принадлежностью к ревите, принадлежностью к правящей семье, еще к шоку. У тебя есть деньги, у тебя есть компетенции, ты готов рискнуть, ты это знаешь, умеешь и хочешь, пожалуйста, занимайся. То есть по этому принципу Макдональдс по всему миру раздает франшизу. Теперь ситуация сводится в чему? Что в свете как бы войны, происходящей в России, между Россией и Украиной, а собственно Макдональдс уходит из России. Поскольку все наше обеспечение Макдональдса, ну не все, все говорить неправильно, потому что булочки производили мы сами, там салаты какие-то выращивали тоже сами. Все это производство, оно продолжается, но уже не под маркой Макдональдс. То есть если мы посмотрим, например, вот новостные как бы сводки, да, там говорят, вот демонтировали вывеску. Ну хорошо, вывеску демонтировали, но оборудование осталось, какие-то наработки остались. Люди, в конце концов, которые там работали, они тоже остались. То есть мое персональное мнение, вне зависимости от того, кто был владельцем Боромбаев или не Боромбаев, ввиду того, что Макдональдс уходит из России, Казахстан, будучи, ну в том числе, к сожалению, да, слишком ближайшим и слишком, как сказать, зависящим соседом от Российской Федерации, логично, что Макдональдс уйдет и из Казахстана в том числе. Конечно, проработка альтернативных маршрутов, про которые говорилось, то есть там были такие слухи, что мясо будет поставляться из Объединенных Арабских Эмиратов, из Турции, там еще откуда, из других каких-то регионов. Ну, в целом, это все просчитывается, это все чистое математики. Надо понимать, что Макдональдс это рестораны быстрого питания с низкой маржинальностью, на самом деле, из большим объемов. И вот каждый тенге, каждый цент, да, каждый там рубль дополнительного удорожания, он выводит Макдональдс из вот этой своей ценовой категории. И они уже перестают быть конкурентными вот в этом самом рынке. Поэтому я считаю, что здесь связывать с персоной Боромбаева закрытие Макдональдса и с тем, что происходит с господином Боромбаевым и совсем корректно. То есть причины, они немножко лежат в другую тесноте. Ну, здорово. Значит, мы можем больше сосредоточиться именно на вашей компетенции. Вы занимаетесь мясом, элитными сортами, породами бочков и так далее. Вы начали об этом уже говорить, но я хочу, чтобы вы немножко подробнее остановились здесь на каких-то космических стандартах. Просто многие говорят о том, что у Макдональдса просто невероятные стандарты. Именно с этим проблема, что нет краснодарских производителей, которые могут заменить сейчас быстро и плавно, безболезненно заменить российских поставщиков. А вы можете чуть подробнее рассказать, что за такие космические стандарты и правда ли они такие? Сказать, что стандарты космические, ну, наверное, у нас все-таки неправильно, потому что космические стандарты — это... Но то, что эти стандарты выше тех стандартов, которые у нас, как бы, ГОСТ, так называемый, да, либо там технические условия. Ну, это очевидно. Вот на встрече бизнеса с одной стороны мясоперерабатывающими комбинатами, на которой присутствовали мясоперерабатывающие комбинаты, непосредственно представители Макдональдса и Министерства сельского хозяйства, вот по результатам этой встречи Министерство сельского хозяйства заявило, что, мол, у Макдональдса завышенный стандарт. То есть, понимаете, да, то есть Макдональдс — это та компания, которая, она задает стандарты. То есть, они задают стандарты по всему миру. Они говорят, да, у вас есть свои государственные стандарты в соответствии с вашими самыми требованиями, да. Но мы, как Макдональдс, мы поднимаем эти стандарты абсолютно на ногу. Действительно, как я уже ранее сказал, весь бизнес Макдональдса, он строится на эффекте масштаба. То есть, грубо говоря, вот эта булочка, она, точнее, вот этот гамбургер и котлетка в нем, она должна быть, ну, просто с минимальной какой-то маржинальностью выходить с мяса к имбирю. Вот. То, что я слышал, мол, цену, которую озвучивал Макдональдс, была порядка, там, 1900 тенге за килограмм вот этого вот фарша, да, вот уже булочки. То есть, надо понимать, что булочки должны быть однородные, состав должен быть понятен, прозрачен. И далее. Сертификацию. Кто проводит сертификацию? Заводов, которые производят котлеты, да, то есть, это проводит не госорган, не Казахстан, да, вот это приезжает из Европы, приезжает комиссия, и вот в этом мясокомбинате заглядывает, грубо говоря, в каждую щепочку. Так вот, чтобы вот этот вот весь проект был окупаемый, выпуск этих котлет должен быть просто каким-то бюджетом. То есть, на наш внутренний казахстанский рынок, грубо говоря, там, ну, пусть 20 миллионов населения, да, из них 43% населения расположено, ну, в сельской местности, да, то есть, там, 10 миллионов. То есть, это все считается на бумаге. То есть, люди, которые принимали решение, сказали, ну, ребят, да, действительно, не имеет какого-то экономического смысла проходить сертификацию. Вот, Макдональдс и европейских вот этих вот, европейского аудита, ну, окей, хорошо. Бизнес, ничего лично. Да, бизнес, ничего лично. Вот, если мы будем углубляться в сами стандарты, то есть, вот те котлеты, которые продаются в Казахстане и в Макдональдсе, ну, их нельзя назвать, они не сертифицированы по стандарту халяль. То есть, ну, это факт, да. То есть, да, в них не содержится свинина, но нет. Но, как бы, отсутствие свинины не делает котлеты автоматически халяльной, да. Вот, и на это тоже бы хотелось обратить внимание. Скорее всего, мы получали эти котлеты с российских заводов. В том числе есть информация, что какие-то объемы были переброшены к нам из белорусских заводов. То есть, ну, это разветвленная сеть, да. То есть, глобальные поставки, глобальные поставки по всему, ну, постсоветскому пространству. Единственное, что хотелось бы сказать, что Украина, в Украине Макдональдс не закрылся. Украина по-прежнему работает, и их поставки, если что-то у них идет не так, то они получают поставки напрямую из, например, Польши, Словакии или Англии, да. Вот, поэтому там, как бы, в этом плане там все в порядке. А в целом, конечно, идея сделать производственную площадку по полуфабрикатам для Макдональдса в Казахстане, она достаточно, ну, неплохая, потому что у нас есть достаточно немаленький рынок, порядка 60 миллионов человек. Это если мы говорим про Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, Туркмения когда-нибудь одна. Вот, но хотел бы обратить внимание на такой момент, что можно сравнить появление франшизы Макдональдса в Казахстане с такой вот штукой, как вот слышали, наверное, феномен канарейка в шахте. То есть шахтеры спускаются в шахту, берут с собой канарейку. До тех пор, пока канарейка поет, все в порядке. Только канарейка замолкает, значит, уровень метана повысился, и, значит, нужно срочно покинуть эту шахту. Вот в моем представлении, я не знаю, насколько хороша эта аллегория, но в моем представлении наличие франшизы Макдональдс в стране это такой, знаете, знак для других инвесторов, что в этой стране можно делать бизнес. Что это цивилизованная страна с понятным законодательством, с предсказуемым законодательством, с работающей системой суда, и прочее, и прочее, с достаточным количеством человеческих ресурсов. То есть в целом для имиджа страны наличие франшизы Макдональдс это очень хорошо. Ну, сейчас, например, в России отсутствует Макдональдс. Ну, знаете, отсутствие Макдональдса в России это не самая большая проблема для репутации страны. Казахстан, ну, как бы вот мы пошли следом, мы пошли как-то в одной лодке, с скованной одной цепью, да, вот, и никуда эти семь с половиной тысяч границ мы идти не можем. Вот, поэтому, будь у нас в Казахстане 60 миллионов человек, наверное, такой вопрос не стоит. То есть, в принципе, это комментарий Минсельхоза, который был вчера, если не ошибаюсь, на тему того, что, ребят, ну, в целом, то у нас были подвижки в сторону, да, создания цепочек, и вот мы планировали аудит проводить, и, в принципе, мы готовы помочь, и так далее, и так далее, и так далее. Ну, вот сами производители тоже не особо стремятся, потому что это большой риск, вот они все производство наладят под стандарты Макдональдса, а потом вдруг выяснится, что чего-то не хватает. В общем, экономически это не совсем выгодно, а Минсельхоз здесь не врет, не лукавит, что, в принципе... В целом, в целом, да, нельзя упрекнуть Минсельхозу какой-то лжи, они принимают участие в переговорах, так или иначе, они действительно хотят как бы бизнес, познакомить с бизнесом, да, понять же, понять проблему, они вмикают в проблему, то есть... И действительно, Минсельхоз, как уполноученный орган от государства в сфере проведения сельскохозяйственной политики агропромышленного комплекса, ну, они заинтересованы, да, и они будут делать все. Но в итоге, конечное решение принимает бизнес. Вот бизнес, ну, владелец франшизы Макдональдс. Я, честно сказать, очень сильно сомневаюсь, что есть какие-то пути возвращения именно франшизы, давайте, чтобы было понятно. Макдональдс сам не инвестировал в Казахстан, был, наверное, ни копейки. И, то есть, есть определенный бизнес, ранее упомянут, бизнесмены, которые захотели этим заниматься. Они прошли определенную процедуру, там, бью-диллидженс, Макдональдс сказал, окей, ребята, с вами можно иметь дело. Все. То есть, мы вместе с Макдональдсом пришли в очень высокие стандарты. Очень высокие стандарты, я извиняюсь, но такого туалета, как в Макдональдсе, да, мы не в каждом ресторане, но ты найден, я станы, да, что в любое время, там, в рабочее время вы можете приобрести одинаковые гамбурги. Вы же знаете, хозяйка на кухне котлеты делает, сегодня такие получили, завтра другие, да. А мы знаем, что Макдональдс, что всегда Макдональдс. Конечно, мы понимаем усилия, и мы очень ценим усилия Мейсельхоза. Но мне бы лично хотелось сказать, что кроме ухода Макдональдса из Казахстана, есть более важные проблемы, да, в ветеринарии, в животноводстве, в кормопроизводстве, в экспорте. То есть, Макдональдс, почему у нас лукопа? Потому что это Макдональдс, да, его знают все, его знают по всему миру. Но если мы начинаем углубляться более в детальные и более такие, как сказать, системообразующие решения, то вот там, наверное, надо больше каких-то волевых и понятных и предсказуемых решений, которые, собственно, лично я, наверное, предупредил от Минсельхоз. Это просто, ну, действительно, я не знаю, вот это слово хайп, оно здесь применимо, неприменимо, ну, да. Ну, на военнии хайпа хотелось бы, чтобы вот за вот этой проблемой Макдональдса, да, не забыли про кучу других проблем, которые, собственно говоря, надо решать. А меня тоже очень сильно умиляют эти заголовки газет, которые там говорят, мол, Макдональдсу не подходит казахское мясо, да. Ну, давайте так, самому Макдональдсу вообще абсолютно плевать, откровенно, на казахское мясо. И Макдональдс не покупает мясо. Можно иметь мясо, но не иметь котлет. Вот котлеты и мясо, да, между ними, там еще есть какая-то определенная цепочка, очень понятная, очень прозрачная. Вот. К слову сказать, очень интересный кейс с Макдональдсом был в России, когда основное производство именно мясо для этих котлет находилось в Брянской области, а непосредственно котлеты выпускались, где вы думали, в Калининграде. Вот. Ленинград — это крупнейший порт на Европейском море, да, у Российской Федерации, где целая куча свободных экономических зон, с там, кофемито-льготами по налогам. Ну, а самое главное, что туда приходят корабли с говядиной из Уругвая, Парагвая, Бразилии, Аргентины, Австралии, откуда угодно. То есть надо понимать, что в составе котлеты может находиться как то мясо, которое самое дешевое. Вот просто дешевое мясо, не обязательно локальное, она может быть куда угодно. Да, вот об этом и речь, что это бизнес. Бизнес хочет как бы произвести дешевле, продать подороже. И мы не можем взберить за это бизнес, да, то есть это его, ну, смысл существования. Вот. Поэтому действительно схемы абсолютно разные. В этих схемах ничего криминального нет. Но единственное, к чему стремится бизнес, это сократить свои издержки. Таким способом, ради бога. То есть у нас нету хорошего или там устойчивого какого-то потока дешевые говядины из-за рубежа. В мире ничего не может сравниться по себестоимости с говядиной из Бразилии. Почему? Ну, потому что в Бразилии круглый год скот пасется. Они по три урожая в год снимают. То есть мы, в принципе, физически просто, во-фак, по праву рождения, по уместву рождения мы не можем с ними калкулировать. Почек. Все. Угу. То есть дело, проблемы не в казахстанском мясе, проблемы в калькуляции, проблемы в деньгах. Абсолютно в каждый раз. То есть они попадают в свою маржинальность, они попадают в свои затраты. Они работают. Ничего личного. Никаких претензий ни к мясу, ни к этому. И все-таки, раз вы начали... Я понимаю, что это очень неромантично и очень скучно, но это факт. Раз вы начали об этом говорить, давайте воспользуемся тем самым инфоповодом. Все-таки уход в Макдональдс это громкий заголовок. Поговорим все-таки о проблемах нашего мяса. Вот вы начали говорить немножко... Давайте немножко отсылка. То есть про инвестиционный климат, про рабочие места я бы немножко хотел сказать. А честно сказать, когда я прихожу в Макдональдс, я всегда рассчитываю на одно и то же качество. Это качество в целом не удовлетворяет. Там достаточно широкая линейка была как здоровых продуктов, то есть там были листья салата, овощи, еще что-то. Там был шикарный кофе. Так и, скажем так, нездоровых продуктов, включая картошку фри и гамбургер. Но больше всего привлекало лично мое внимание, так это то, кто стоит за прилавками, тот, кто стоит за этими жарочными поверхностями, тот, кто жарит эту картошку фри. Ну, ребят, 90% людей это были люди до 30 лет. Это были люди, которые на своей монотонной работе, на самом деле очень монотонной работы, умудрялись работать с горящими глазами. То есть это та самая наша молодежь. которая для многих Мордойс был первым местом работы. Первое место работы это очень важно. То есть там они учатся такому понятию, как рабочая этика. То есть я на них смотрел, я сейчас прослежу просто свой персональный опыт, я понимаю, что если вот он сейчас работает таким образом, с таким усердием, понимая вот это все разделение труда, то через 10, 20, 30 лет это будет очень продуктивно, очень осознанно, очень стремящийся ко всему новому, как бы гражданин, да, вот. И это то, что вот стандарты работы в Макдональдсе, там, ну, это действительно, еще раз повторюсь, это мировые стандарты работы. То есть лучшие практики, которые были там где-то подсмотрены в Греции, может быть, во Франции, в Италии, в Испании, они аккумулируются и распространяются по всем точкам Макдональдса. То есть у нашей молодежи, это, ну, я скажу, это лучший университет. Вот. И это действительно то, что меняло сознание молодежи, что не давало этой молодежи маргинализироваться, что на их тренингах, на их обучении они показывали, что вы часть Макдональдс, глобального Макдональдса. Также вы часть глобального мира, у вас нет никаких границ. То есть вы можете там связаться со своим другим коллегой в любой стране, и Макдональдс это определенная школа, может быть, даже какая-то секта, да, но в хорошем смысле этого слова. И вот в уходе, в уходе Макдональдса лично меня, да, лично меня расстраивает вот этот факт, что такого шикарного университета работоспособности, назовем бы вот так, его просто не будет. Да, на его место придут другие, это факт. Свято место пусто не бывает. Придет к нам та же самая, там, я не знаю, российская вкусная точка. Окей, да, какое-то время они будут ехать, извиняюсь за выражение, на старых рожжах, то есть на том фундаменте, который заложил Макдональдс. Но однажды они исчерпают себя. И вот это вот прилива новой крови, новой информации, новых идей, который раньше происходил со всей планеты Земля, не будет. То есть уже вот это будет, как сказать, инкапсулировано, где-то закрыто, и будет вариться в собственном совку. Вот в уходе Макдональдса из Казахстана, я все-таки считаю, что вот это является основной проблемой. Можно здесь уточнение небольшое? Просто вы с такой грустью об этом говорите. Нужно поговорить, наверное, что у вас никаких бизнес-интересов, прямых бизнес-интересов в закрытии Макдональдса нет. То есть вы никак не пресекались, у вас абсолютно разные дела, но еще раз вы переживаете. Я почему это хочу проговорить отдельно, потому что я вижу эти комментарии, они были в России, когда уходил Макдональдс из России, о том, что вот, здорово, что уходит эта вредная еда, не будем жирными, как американцы, классно будем кушать свои пирожки, у нас есть много своего. Это здорово, что мы еще раз проговариваем, что Макдональдс это не просто какая-то забегаловка с вредной картошкой фри, это нечто большее, да, и то, что это нечто большее. Это было правильно, это то, что формирует наш мир 21 века. У вас всегда есть выбор, есть эту еду, либо не есть, но вы знаете, что она присутствует на рынке, то есть самое главное это выбор, наличие выбора. Поэтому я не имею никаких интересов в Макдональдсе, к сожалению, наверное. Вот. Я действительно попытаюсь смотреть на ситуацию чуточку шире, то есть гамбургер, то, что мы видим с вами, это всегда так, то есть мы видим с вами гамбургер, а это только верхушка айсберга, то есть под ним вот это вот, в основании этого айсберга, под воду его части, огромный труд тысячи, тысячи, тысячи людей, которые, безусловно, найдут работу. Понятно, да. Вот. А теперь вопрос, а какая это будет работа? То есть Макдональдс, он свято чтил трудовое законодательство. Окей. Они, а теперь, а вот в забегаловках этих, в наши, да, куда перейдут, возможно, работники, это трудовое законодательство вообще кто-то чтит. Вот так вот просто. А мы понимаем, что для Макдональдса это недопустимо выдавать зарплату там на Каспий в конверте, там, или еще как-то, да, что у этих людей была какая-то социальная защищенность, был договор в конце концов. Что в случае какого-то там травматизма им выплачивались полные страхов. Почему? Да потому что, когда Макдональдс выдавал свою франшизу тем людям, которые ее взяли, он как бы буквами через рот и черным по белому это поясняет. Хотите работать с Макдональдсом? У вас нет варианта не соблюдать законодательство. Вот. И вот для меня Макдональдс, это знаете, какой-то островок вот цивилизации, да. То есть мы с вами так или иначе там слышим, что кому-то не выплатили зарплату, кому-то там за травму не возместили вот эти вот все судебные решения и прочее, прочее, прочее. А мы знаем, что в Макдональдсе это невозможно априори. Потому что потому что. Все. Вот. И что касается там нашей закусочной, ну, ребят, давайте откровенно возьмем, посмотрим на там чебурек, посмотрим на самсу. Кто вам сказал, что вот самса, она полезнее, чем чебурек, да, вот. Вы знаете, как замешивали этот фарш, да, вы знаете, как замешивали этот тесто? Ну, я знаю, я вообще пить тоже пять лет проработал, да. Хотите посмотреть, как вообще устроены стандарты по мясу? Ну, это вот просто отдельная история, это нужно приехать в пять утра на любой базар. Посмотреть, как хранится, как перегружается, как взвешивается мясо, да. А я могу сказать, что в Макдональдсе это невозможно. Просто. Мы идем на базар, все это красиво лежит, то, все, но какой путь прошло это мясо до прилавка, покрыто там тайной усилий печати. А в Макдональдсе было все прозрачно. Вот это, вот это котлета получена из того теленка, который пришел с той фермы, который родился такого-то числа от такой-то матери. То есть, вот, вот, вот это стандарты могут быть. Вот это стандарты могут быть. И если пытаться дальше прогнозировать, что станет с этими помещениями, что станет с этими там людьми, с этим оборудованием, потому что это огромная инвестиция, на самом деле. То есть, я сейчас не собираюсь как-то обсуждать вообще личность Боромбаева, но он инвестировал огромные деньги. Где он эти деньги взял, как он заработал, вообще не мой вопрос. Но факт в том, что деньги потрачены, рабочие места созданы, налоги платились. Вот, а сейчас этого всего не будет. Ну, как бы, придет куда-то другое на его место. Окей. Это то, как устроили, ведь? Все-таки. Тема с Макдональдсом, она большая, я буду ее и дальше развивать, проговаривать. С этого, конечно, нужно было начинать разговор. Просто я буквально сегодня читал ваше интервью, смотрел интервью с Кириллом Павловым, и поэтому для меня этот вопрос закрыт, но для аудитории нет. А можно мы вернемся на пару шагов назад, и вы немножко расскажете о себе и о своей компетенции? То есть, чем вы занимаетесь, чтобы мы поняли и аудитория поняла, почему вы так уверенно разговариваете о проблемах мяса, о том, что происходит с рынком, как это устроено. То есть, вот немножко о себе, если можно. Пару слов будет. Прям супер. Я понимаю, что это странно в середине разговоров. Окей, без проблем. Это даже приятнее в чем-то, даже в чем-то. Интереснее. А последние шесть лет я занимаюсь тем, что контролирую и выстраиваю процессы выращивания. Мясных пород скота в одном агрохолдинге расположен североказахстанский Акмольный шковол. То есть, под моим непосредственным управлением находится порядка пяти тысяч голов крупного рогатого скота породы Абердин-Ангус и Гирифорд. История вообще стада начинается в 2012 году, когда был объявлен так называемый мясной проект Казахстана, то есть, достаточно. Громкое было название, то есть, целина 2.0, вы сказали, точнее, правительство после определенного анализа сказало, ребят, у нас целая куча пастбищ. Пастбищ это самый дешевый корень в Казахстане в принципе. У нас огромные рынки испытывают. Вот огромный Китай, огромная Россия, собственно, Узбекистан, Кыргызстан и страны Ближнего Востока. Почему бы нам не заняться развитием экспортного, ключевое слово, экспортного мясного потенциала? Вот эта программа, она прорабатывалась, наверное, с 2009 года и в полный рост она пошла в 2012 году. А кто, как бы, чуть постарше, он, наверное, помнит те хайпы, которые возникали по поводу вот этих историй, мол, там ангусы, гирефорты в Казахстане не выживут, там самые лучшие породы у нас уже есть. Вот, ну, это все то, что мы обычно слышим от обывателя, который в последний раз про скот слышал, ну, наверное, во времена еще Советского Союза, когда, скажем так, тучные стада ходили, сколы попросту. Вот, с 2012 года, вот, прошедшим в 2022 году отметили 10 лет тому, как мы занимаемся местным животноводством, пошел, как говорится, второй десяток, да, безусловно, это не такая маржинальная индустрия, не такая маржинальная отрасль, как непосредственно сельское хозяйство, как растение и водство, да, то есть выращивание пшеницы, выращивание льна, вот, да, маржинальность меньше, но при этом есть ресурс в виде пастбищ, есть ресурс в виде, там, соломы, есть ресурс в виде зернооткодов, которые нужно переработать в что-то, что можно продать. И вот это что-то, что можно продать, это, собственно, В конечном итоге где-то зеленок, где-то откормленный гучок на мясо комбинатов, где-то мясо. То есть в глубину своей переработки каждая бизнес, каждая компания, она принимает его внимание. Действительно, в 2010-2012 году, когда, собственно, принималась эта мясная программа Казахстана, проговаривалось и не раз о том, что Казахстан, ну, исторически, наверное, является такой точкой, и целая куча разных заболеваний, да, стойки говорить о том, что у нас вот есть вот прям такие природные очаги, там, чулы, например, да, природные очаги ассидийской язвы, вот про такие заболевания, как условный бруцеллез, да, там, то есть это то, что, ну, является как бы для нас нормой, ну, просто потому, что мы здесь живем. Австралия, например, у нас свободно от таких заболеваний. В Канаде тоже бруцеллеза нет, ну, нам так получилось, да, но при этом все эти риски, они управляются, да, это не что-то, да, это что-то, данное нам Богом, вот человек для того и занимается своей работой, для того, чтобы, собственно говоря, эти вопросы каким-то образом решать. А в целом вся программа по мясному животноводству, она все-таки была рассчитана, про экспортный потенциал был рассчитан все-таки на российский рынок и на китайский рынок. Но по мере ее развития выяснилось, что нашим основным покупателем, наш казахстанский грядин, оказывается Узбекистан. То есть Узбекистан за время независимости показал просто какой-то невероятный рост населения. И мало того, что это население просто само выросло само по себе, оно еще стало богаче. То есть они зарабатывая деньги, условно говоря, там в России, там в США, в Казахстане, они отправляют эти деньги домой, и там люди уже хотят покупать мясо. При том, что у них еще, ну, исторически, наверное, сложилось так, еще с тех, там, стародавних, когда казахстан, будучи кочевым народом, перед зимой свой скот сгоняли на ярмарки, это вот были, например, ярмарки в Оренбурге, или ярмарка в Верноб, или там, может быть, где-то в Ташкенте ярмарка. И вот перед зимой, чтобы в зиму заходить с меньшим поголовьем, они продавали вот этот скот, собственно говоря, своим оседлым соседям, будь это северные соседи, либо южные. То есть этой стратегии, ну, как бы не одна сотня лет, на самом деле. Мы выращиваем здесь определенный уровень, а потом передаю его узбекам, и там они уже за каждым бычком, каждый так смотрят, и каждого бычка выращивают. Вот, и внезапно оказалось, что, да, действительно, Узбекистан готов брать, и рынок огромный, и кто-то даже говорит о том, что узбеки умудряются заниматься реэкспортом, то есть они покупают у нас бычков, как-то их докармят, а потом отправляют в Афганистан. Ну, то есть, действительно, их вот эта коммерческая жилка, она, ну, выше всяких похвал. То есть они ищут любую возможность, где бы заработал. Просто потому, что они удачно находятся, да, вот между... У Казахстана с Афганистаном нет общего братья. Вот, и действительно, очень часто упрекает, как бы, обыватели упрекают правительство в том, что, ну, не были достигнуты те или иные показатели. Ну, те или иные показатели, я вам по секрету скажу, не были достигнуты только потому, что у нас в 2014 году, здесь надо будет поправить, у меня случилась девальвация. То есть первый скот, который мы покупали, мы его покупали, там, грубо говоря, по 120-180 тенге за доллар, а последний мы покупали уже по 420. То есть это 16-й, там, 17-й, 18-й год. То есть, ну, когда программа принималась, никто не рассчитывал, что вот так вот в три раза упадет национальная валюта. Да, действительно, казахи приезжали в Северную Дакоту, в Небраску, в Австралию огромное количество скота было зверя. И мы могли себе позволить купить вот любой скот, который вот, ну, нашему глазу как бы приглянулся. Я почему улыбаюсь, мне нравится гостика, которым задаешь один вопрос, и уходит, мы уходим в большую боль. Я понимаю, что очень много проблемных точек, и хочется обо всем поговорить. Тут, видите, ситуация какая, что я пытаюсь, типа, откуда есть пошло мясо в Казахстане, да, то есть, условно говоря, 10 лет назад про экс, давайте вот просто перенесемся на 10 лет назад, да, вот сколько, 10 лет назад сколько лет вам было? 23. 23. Ну, вот вы понимаете, 10 лет назад мы были чистейшим импортером мяса. Просто вот, вот, чистый импортер. То есть, ничего мы не производили, абсолютно ноль, вот ноль как есть. Сейчас у нас есть возможность экспортировать. То есть, за 10 лет сформировалась отрасль со своими же стандартами, может быть, не такими высокими, как у Макдональдс, со своими правилами игры, со своим разделением труда по регионам. Но факт остается фактом. Мясная отрасль состоялась. Да, она не такая красивая, как мы там хотели, чтобы она была на бумаге. Но люди работают, логистические маршруты отложены, огромное количество скотовозов было куплено, огромное количество людей зимой при работе, потому что, ну, вот, в растерневоческих каких-то регионах, как она зимой, особо делать нечего. Или это отработал, будучи механизатором. А зимой у тебя какая-то работа идет. Вот. И возвращаясь к вопросу, что одну из причин, по которой для нас сейчас закрыты рынки России и Китая, на которую мы, собственно говоря, рассчитывали, это вот ситуация с нашей ветеринарией. О чем мы сейчас будем разговаривать? Мы говорим о продлении запрета на экспорт из страны, вывоз со страны крупного рогатого скота, бычков. Как обыватель, как я это читаю и что я вижу в комментариях? Ну, это же здорово. То есть, значит, мы не будем вывозить наше мясо, оно будет оставаться внутри страны, его будет много, значит, оно будет дешевле. То есть, вот, обыватель видит это так, я это вижу так. А что не так с этой логикой? То есть, вы говорили полгода назад о том, что вообще-то это проблема, ребята, давайте решать. И сейчас, что не так с этой логикой продления запрета? На данный момент запрет технический на экспорт скота, он снят, но внедрён он так называемый механизм квотирования. То есть, немножко проговорим про механизм квотирования. То есть, каждый сельхоз, товаропроизводитель, кто занимается животного стола, он имеет право отправить на экспорт 200 голов пучков. Если же это откормочная площадка, они имеют право отправить на экспорт 500 голов пучков. Всего квота по республике Казахстан, выделенная до марта этого года, с порядка 60 тысяч голов крупного рогатого скота, и порядка, я могу сейчас ошибаться, 120 тысяч голов мелкого рогатого скота. А в чём, собственно говоря, проблема с этой логикой, когда мы говорим, окей, экспорт закрыт, значит, мяса будет больше. Да, сегодня мяса будет больше. Да, цена упадёт. Мы все сегодня покушаем мясо. А завтра производитель бучков скажет, мне неинтересно по такой цене, в принципе, заниматься животным. И перестанет заниматься животным. И мы откатимся в 2010 год. Как я ранее говорил. И все будут уверены, ну, ребят, этим невыгодно заниматься. То есть, это всегда бизнес и ничего лишнего. Как вот с приспособом, в Макдональдсе, да. То есть, задача государства как такового балансировать между интересами широких масс и интересами бизнеса, который, собственно, и создаёт этот продукт, который создаёт эти рабочие места. Просто давайте на секундочку представим, что завтра экспорт нефти из Казахстана был бы запрещён. Ну, чисто теоретически. Доводим до абсурда, да. Окей. Цены на бензин подешёвее, да. Перевозки станут дешевле, да. А сколько налогов недополучит государство от этого экспорта, который, собственно, наш... Весь экспорт, по сути, весь наполнение нашего бюджета, это сырьевое. Вот. А мне бы хотелось сказать, что в отличие, например, от той же самой нефти, да, ангусы — это чёрное золото Казахстана. Почему? Да потому что они имеют свойства самовоспроизводиться. То есть нефть когда-нибудь закончится, и это факт. А вот если мы выстроим нормальную систему в животоводстве, то она будет тормить не только нас, но ещё и наших внуков и правок. И если здесь углубляться, то самым главным для производить довядины или заводчиков-бычков является цена. И именно экспорт может дать им желаемую цену для того, чтобы не просто оставаться на плаву, а для того, чтобы инвестировать дальше деньги в своё развитие, чтобы этого поголовья становилось всё больше и больше и больше. Корма дорожает, ну это очевидно, да. Солярка дорожает, ветпрепараты дорожают, ну и дорожают практически всё, но я вам хочу сказать, что за последние три года оптовая цена на мясо в живом весе, да и в туши, она практически не изменила. Действительно, такой феномен есть, что мясо дешевеет медленнее всех. Точнее, дорожает медленнее. Дешевеет очень быстро. Большой-большой. Но дорожает медленнее всех. Почему? Потому что там достаточно такая длительная цепочка, длительный по времени процесс, то есть удорожание исходников тебе отразятся на твоей себестоимости только через полгода. И таким образом, вот в отсутствии экспорта, другим решением, конечно, могло бы быть внезапное увеличение покупательской способности в Казахстане. Ну то есть представьте, у нас было бы не 20 миллионов человек, а 60. при сохранении тех же темпов потребления говядины, мы бы с удовольствием наполняли рынок, кормили высококачественным мясом и прочее, если, конечно, покупательская способность и все-таки зарабатывают больше. То есть не всегда, но вот этот тезис о том, что дорогое мясо, мне всегда хочется ответить таким другим антитезисом, сказать, это не мясо дорогое, это мы бедные. То есть мясо, оно априори, оно не может быть дорогим. Это самый легкоусваиваемый белок с шикарными и вкусовыми качествами. То есть может быть дешевая рыба, наверное, выращена в каких-то специальных бассейнах, в аквариумах. Может быть у дешевых куриц, может быть дешевая свинина, но когда мы говорим про такие продукты, как говядина, конина, баранин, которые в целом нельзя слишком индустриализировать, то есть в одном свинокомплексе может находиться сто тысяч голов свиней. На одной птицефабрике может находиться миллион голов куриц на достаточно маленьком пространстве. Вот с баранами, лошадьми и коровами такой фокус не пройдет. То есть нам действительно нужны большие поля, большие пространства, большие светильные вещи, это действительно очень трудоемкие. Условно говоря, завтра в Астане ожидается минус 36 градусов. А работники, они все на местах. Они продолжают свою работу. И мы действительно хотим хорошо им платить. Именно в таком контексте экспорт является единственной такой палочкой-выручалочкой, которая позволит мясному животноводству не просто существовать, но и развиваться. Действительно, за последние 10 лет были сделаны огромные шаги как по внедрению самых передовых практик, подчеркнутых из Австралии, США, Канады, так и по изменению протоколов лечения и профилактики заболеваний. То есть вот эти 10, там 20 лет, грубо говоря, с 90-го по 2010-й год, ну, отрасль просто чафла, софла, ну, и почти сдохла. Да, большой скрепой для нас, для казахского народа является казахская белодолова порода, да. Ну, в 2010-м году, ну, честно сказать, она находилась практически на драме исчезновения. Проведенные правительством и, так, уполномоченным органам правительства в лицами сельхоза изменения законодательства действительно позволили спасти эту породу по факту. Вот, а сейчас мы как бы это все, казахскую белоголугу спасли, она сейчас переживает второе рождение, завезли ангусов, вот, и у меня до сих пор сейчас, а есть коровы, которые, вы представляете, мы в 2012-м году их привезли, им в это время был год, и они до сих пор живые. То есть я могу фотографии предоставить, что они ходят с вот этими, тавро, американское тавро, да, и я нахожусь в северном Казахстане, и завтра будет минус 36 градусов. Ну, еще кто-нибудь, скажите мне, что ангусы здесь не выжжат. Это не в ангусе дело, да, а в бизнес-процессах, которые ты настраиваешь для того, чтобы ему все обустроиться, для того, чтобы он выжжал, да, и он не находится у меня в отдельной комнате, это все открытый метод содержает. Вот, и я это все, к чему говорю, собственно, я, я, я нудный, я это все говорю для того, чтобы сказать, что отрасль состоялась, и для дальнейшего ее развития необходимо открытие все-таки экспорта. Те 60 тысяч, о которых сейчас выделены квоты, просто для примера скажу, в 2000, по-моему, в 18-м году мы экспортировали порядка 180 тысяч голов крупного рода этого скота в узбекистане. То есть, ну, это огромные цифры, просто огромные цифры. То есть, 10 лет назад, тогда еще не было 10, на самом деле, тогда было 6 лет назад. То есть, в 2012-м пусть программа запустилась, в 2000-м, при нулевом экспорте, в 2018-м у нас есть 180 тысяч готовых, одинаковых, однородных голов, на которые есть покупатель. Самое главное в любом бизнесе это найти покупателя. У нас огромный 30-ти миллионный там рынок, я не знаю, сколько уже узбеков стало, да, и мы не пользуемся этим. Другим моментом было то, что мы, находясь в едином евразийском пространстве с Россией, не воспользовались с ситуацией, когда Рогуль вырос. То есть, приезжали люди из России и говорили, давайте мы купим у вас вот скот, я смотрю на курсы, действительно, это интересно, это математика, грубо говоря, одно из наших хозяев находится, ну, практически на границе с Российской Федерацией. И мы не могли, почему? Да потому, что наш миссельхоз, при всем при том, что он много с чего хорошего сделал, да, но протоколы по определенным видам заваливаний, отсутствия этих протоколов, не позволяет нам экспортировать. То есть, мы упустили, знаете, у нас есть какой-то, наверное, где-то музей упущенных возможностей, да, вот, и вот в этом музее упущенных возможностей, да, сейчас там рубль падает, да, но мы могли воспользоваться этим, у нас было там, грубо говоря, 8 месяцев, да, чтобы фермер в итоге заработал, чтобы он принес валютную выручку страны, надо понимать, что эта валютная выручка не осела бы где-то на Каймановых островах, да, она бы попала непосредственно в карман фермера, который бы там что-то улучшил, где-то раздал премии, там, я не знаю, внедрил новые экологии, занимался дальнейшим реинвестированием, вот, а этого, собственно говоря, не произошло. Про Китай и про Россию мы фактически можем сейчас как бы забыть, просто забыть. А это огромный рынок. Почему? За последние 10 лет для нас не открылся ни один новый рынок. Все.